Одним из важнейших направлений современной медицины является психология. А высоко квалифицированный специалист-психолог, он на вес золота, потому что от него, как и от хирурга-реаниматолога, зависит жизнь человека. Внимание на экран. Психолог Наталья Сверидова начинала карьеру в женской консультации волонтёром. К ней обращаются женщины в положении, решившие по разным причинам не оставлять ребёнка. Наталья словно проникает в сознание пациенток, погружается в их проблемы и находит такие аргументы, что каждая вторая женщина меняет решения и вскоре становится счастливой мамой. Теперь у психолога есть собственный кабинет и любимая работа по призванию. За последние два года 170 пациенток Натальи передумали делать аборт. Наталья уверена, что поддержка, профессиональные навыки, искренности и, конечно, вера творят чудеса и помогают сохранять жизнь. У меня были примеры, когда приходила на приём женщина, плакала, сомневалась, но, как правило, очень категорично говорила о том, что она не хочет оставлять ребёнка. То есть я была убеждена, что здесь только получится минимизировать психотравму от решения об аборте. И когда через, ну, возьмём так, через 7 месяцев я увидела у двери кабинета женщину, ну, сказать, что запомнила, не запомнила. Здесь операционная у нас, и она пришла снимать швы. Она говорит, вы меня не узнаёте? Говорю, нет. Ну, на лице не очень запомнил. И она говорит, вы помните, я у вас плакала в кабинете? Говорю, да, наверное, помню. Она говорит, можно вас обнять? Я говорю, растерялась, за что? Она говорит, я всё-таки поняла, что свою доченьку я оставила благодаря этой всей информации, что вы дали, и нашему разговору. Вот из одного этого можно сделать вывод. То есть вот эти слёзы, вот эти объятия этой женщины. Для меня это громче слов. На сцену приглашается лауреат премии «Дорога жизни» в номинации за человечность Наталья Николаевна Сверидова, психолог женской консультации Тимошевской центральной районной больницы. С благословения митрополита Екатеринодарского и Кубанского Сидора премию вручает настоятель храма Рождества Христова, протеерей Александр Игнатов. На территории храма Рождества Христова установлен памятник ангел нерождённых младенцев, который призван служить напоминанием каждой женщине о её предназначении быть матерью и помочь будущим родителям сделать правильный выбор. Сегодня мне тоже хотелось бы присоединиться к словам поздравления. Мне выпала большая честь передать всем врачам Кубани, всем тем, кто трудится на Ниве нашего здравоохранения, благословения нашего митрополита Екатеринодарского и Кубанского и Сидором со словами благодарности, со словами любви и благословения на предстоящие труды. Хотелось бы напомнить, что праздник, который сегодня мы празднуем, выпадает на 16 июня. Это День Святой Троицы. Пусть Бог помогает вам в вашем благородном труде. Мы молимся за вас, дорогие врачи. И когда к нам приходят вот те самые родственники, о которых говорил Вениам Иванович, они ведь не просто стоят у ваших дверей, у реанимационных отделений, они идут в храм со слезами, с просьбой, «Батюшка, помолитесь за моего родного, близкого, вот он на операции, у него сейчас сложная ситуация, выживет или нет?» И мы читаем молитву, в которой есть такие слова «Ум и руки врачующих нас, благослови». Вы представляете, церковь поддерживает ваши добрые руки своими молитвами. Перед началом этого замечательного праздника звучала лунная соната Ветховена. И вот сегодня я не случайно вспомнил о ней. Наверное, это очень здорово, что она прозвучала и навеяла мне мысль. Однажды женщина, которая была очень больна, имея трех слепых детей, двух глухих, одного слаборазвитого, забеременела. И пришла к доктору, который не позвал ее на аборт и не пригласил ее по показаниям прервать беременность. Она ее сохранила, а добрая врач сохранила ей жизнь. Она приняла у этой женщины роды. И родился Людвиг Ван Бетховен. Я хочу пожелать вам, за каждую жизнь боритесь. За каждую жизнь сражайтесь. И пусть Бог поможет вам в этом благородном сражении за жизнь. Неслучайная премия, которая сегодня вручается, называется «Дорога жизни». А ведь Христос сказал, я есть и путь, и жизнь, и путь, и истина, и жизнь. Идите моей дорогою, и вы никогда не будете ходить во тьме. С праздником вас, дорогие врачи! Пусть Бог хранит и благословит всех вас миром. Здоровья вам телесного и здоровья вам духовного. Мира вашим душам и мира всем вашим ныне здравствующим родным. С праздником! Пусть Бог хранит и благословит всех вас миром.